Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и вы меня впервые видите без очков. Дело в том, что мне на днях сделали операцию по удалению катаракты и поставили искусственные хрусталики, работающие на рефракционно-дефракционном принципе и обеспечивающие возможность достаточно резко видеть как вдаль, так и вблизи. Ну и оптика этого устройства достаточно интересная, я думаю, что на днях я сделаю о нем отдельный ролик. А пока что мы продолжаем разговор о возможности передвигаться, сидя на корме и дуя в собственные паруса. В прошлом ролике мне такую машинку запустить не удалось, она так и осталась стоять на месте, никакой реверс не получился, многие зрители были этим недовольны и прислали ссылки на ролик Брюса Яни, где у него такое устройство по столу все-таки ездит и ссылку на еще один ролик, где человек с помощью воздуходувки для сдувания листьев и зонтика довольно быстро передвигается по улицам Флориды на тележке. Ну и тем самым у меня остался перед вами должок, надо его возместить и я такое устройство тоже построил и сейчас его вам продемонстрирую. Шасси и двигатель здесь остались те же, что и в прошлом ролике, а вот винт я поставил новый, так чтобы он стоял не сзади мотора, а спереди, ближе к будущему парусу. Ну пока что мы испытаем автомобиль без паруса, я подаю напряжение, ну и вот на шести с половиной вольтах он вполне себе едет назад, а на восьми с половиной вольтах разгоняется достаточно быстро. Ну а теперь мы установим чешообразный парус и попробуем организовать реверс. Я его привинтил, установил машину, ну и теперь мы рассчитываем, что струя будет отбрасываться назад, а автомобиль ехать вперед, посмотрим, получится это или нет. Что-то увеличиваю напряжение. 10 вольт, а автомобиль никуда не едет. 15 вольт, ну смотрите, его от вибрации разворачивает, но никакого движения вперед все равно не наблюдается, даже если я попробую его подтолкнуть. Ну и вот на 20 вольтах все равно никакого движения вперед нет. Выключаю. Ну, у меня есть еще одна прилада. Это вот такая труба, которую я сейчас установлю сзади, рассчитывая, что воздух будет подаваться внутрь и отбрасываться внутрь по этой трубе, а потом отбрасываться назад парусом снаружи этой трубы. Так. Проверяю, что все стоит правильно, и лопасти не задевают трубу. Так, выпрямляем. Ну что же, включаем и снова подаем напряжение. 10 вольт, а автомобиль никуда не едет. Хотя струя рукой немножко чувствуется в некоторых местах. 15 вольт стоит на месте. Ну и вот на 20 вольтах автомобиль поехал вперед. Ну, в общем-то, совсем не быстро. И теперь я хочу спросить, а этот Брайан Карр, который так лихо гоняет по Флориде на своей тележке с зонтиком и воздуходувкой, за счет чего у него получается так быстро ездить? За счет того, что воздуходувка такая мощная? Или тут дело в том, что сопло воздуходувки узкое, а зонтик широкий? Или по еще какой-то причине? Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.